Всем привет! Мы с вами на АРУ-ТВ. Сегодня у нас в гостях Александр Опейкин, исполнительный директор Белорусского фонда спортивной солидарности. Здравствуйте, Александр! Добрый день! Рады видеть вас в нашей студии. И в свете последних событий, связанных с участием или не участием команд России и Беларуси в ближайшей Олимпиаде, мне хотелось бы обсудить с вами ценностную основу олимпийского движения и в целом профессионального спорта в будущем. Ведь изначально, когда появились Олимпиады, появилось олимпийское движение, уже была определенная ценностная основа, которая трансформировалась во времени. Ну и вот и нынешнее время, в которое мы живем, мне кажется, тоже дают такие большие вызовы по поводу ценностей, которые лежат в основе Олимпийского движения. То есть сегодня у нас есть условно три группы спортсменов, которые заняли одну либо другую позицию по поводу войны в Украине, и такие спортсмены молчуны. Вот как вам кажется, в дальнейшем спортсмену необходимо будет занимать какую-то четкую позицию для того, чтобы у него нормально могла сложиться карьера в высших спортивных эшелонах, и чтобы он мог потом участвовать в Олимпийском, в Олимпиадах? Да, все к этому идет. Нужно понимать, что происходит такая трансформация ценностей сейчас, и спорт развивается. Если мы посмотрим, как спорт развивался 100 лет назад, 50 лет назад, и сейчас, это такие достаточно разные уже по аудитории, по технологиям, сферы, которые, естественно, как бы эволюционируют. Нужно рассматривать спорт как одну из составляющих мировой экономики. Спорт сам по себе, он существовать не может. То есть в любом государстве система спорта является неотъемлемой частью или отражением даже социально-экономического развития. То есть эта сфера сама по себе не существует, она взаимосвязана очень сильно с экономическим развитием, связана с вообще развитием даже философии, ценностей человеческих в современном мире. Поэтому происходит, естественно, как бы в том числе определенная трансформация ценностей в самом спорте. И вот сейчас концепция спорт вне политики, которая была достаточно модна на протяжении последних нескольких десятилетий, эта концепция себя уже практически изжила. То есть мы вот сейчас, наверное, пережиток такой последний, наблюдаем этап, когда уже вопрос о ценностной позиции спортсмена, он стоит достаточно остро во многих странах. И, как и говорил я немножко ранее, это является в том числе закономерным явлением определенного развития и экономических отраслей, определенного развития, как бы и вообще такой мировой философии. Что мы видим, что по мере перехода там от такой эпохи индустриализации к периоду постиндустриальному происходила трансформация ценностей в бизнесе, в том числе, в экономике. То есть сейчас многие компании обязательно у себя в уставных документах декларируют принципы экологичности, соблюдения прав человека, других гуманистических принципов и так далее. Это уже является неотъемлемой частью бизнеса, крупного бизнеса. То есть, понятно, не все компании, но передовые компании, они уже декларируют вещи, которые на самом деле напрямую с бизнесом как бы и не связаны. Это такая как бы определенная уже декларация, которая направлена на благополучие всего социума. Если ты не соответствуешь этому, то для тебя закрыты определенные пути, определенные рынки и принадлежность к каким-то таким высшим уже достижениям в том же бизнесе. Абсолютно. Спорт не отстает. Спорт тоже, в принципе, как бы переходит уже к такому формату, пониманию важности прав человека. В принципе, многие федерации спортивные, они тоже имеют у себя в уставах именно эти декларации. Не все, конечно, их соблюдают. Нужно понимать, что мы вот как раз на стыке находимся, значит, ухода от концепции спорт вне политики и перехода к концепции спорт за ценности, спорт за мир. То есть спорт является такой неотъемлемой частью цивилизованного общества. Вообще это явление как бы именно такое цивилизационное само по себе. Спорт развивается лучше всего в тех странах, которые, соответственно, имеют наибольший индекс развития человеческого потенциала. Вот. Поэтому, естественно, как бы в спорт приходят все эти вещи, которые уже появляются просто в глобальной экономике, появляются в общем как бы таком человеческом мировоззрении. Поэтому, я думаю, в ближайшее там, если мы берем период 10-15 лет ближайших, мы постепенно будем наблюдать именно уход от аполитичности, уход от, значит, какой-то бесценностной концепции, а переход именно к той или иной как бы системе ценностей в спорте, которую спортсмен должен разделять. Вот это интересно. А какой будет эта система? Потому что сегодня Томас Бах нам сообщил, что вот, может быть, и представители страны-агрессора тоже там как-то будут появляться. То есть как, если, с одной стороны, политики в спорте будет больше, как нам соблюсти, чтобы эти политические интересы, которые будут продвигаться, они в том числе и коррелировались с человеческими ценностями, такими позитивными, а не меркантильными ценностями каких-то групп политических влияния. Ну, нужно понимать как бы высокую инертность вообще мировых спортивных институтов, способность влиять на эти институты. Это все за короткий промежуток времени, естественно, не происходит. Но, естественно, по мере как бы такого общего воздействия, давления, по мере развития какой-то позиции и политических акторов, и общественных акторов, естественно, спортивные институты, они тоже начинают как бы подстраиваться под те или иные взгляды. Само заявление МОКО, которое вот было буквально на днях, это уже вот с определенной точки зрения революция даже, да, потому что понятно, что, как бы, глядя на это с нашего ценностного подхода, этого недостаточно, но если мы говорим о том, что каким было мировоззрение олимпийского движения, там, даже несколько лет назад, и то, как оно поменялось сейчас, это очень большой шаг. Потому что вводится пункт, что спортсмены, активно поддерживающие войну, то есть не способствующие миротворческой миссии МОКО, они уже к соревнованиям не допускаются. То есть мы уже видим, как бы, такое вот ограничение для той части атлетов, которые поддерживают агрессивную политику своего государства. Вот, это уже, как бы, большой шаг, уже, как бы, сито какой-то появляется. Ну да, вы правы в том, что по историческим меркам совсем недавно еще в гитлеровской Германии происходила помпезная огромная олимпиада, и там тоже были казусы и с темнокожими спортсменами, но та ценная основа, которая была там, конечно, от нынешнего момента, она уже очень далеко, и она тоже очень сильно изменилась. Ну, то есть в этом смысле мы можем ожидать в течение, там, не знаю, ближайших в горизонте, там, десяти лет уже более устоявшуюся вот эту вот основу в плане отношения к войне. Я думаю, она будет формироваться, эта основа, она будет дополняться новыми критериями, она будет все-таки впитывать в себя какие-то конкретные уже практические пункты. Вот. Но однозначно, скорее всего, произойдет все-таки переход, мы над этим как раз-таки с украинскими партнерами работаем, произойдет переход от такого, как бы, пассивного восприятия, пассивного отношения к войне, к активному, да, такому моменту, когда спортсмены должны будут активно выражать антивоенную позицию, когда активно должны будут выражать приверженность правам человека и так далее. Это произойдет, я думаю, что это в ближайшее время, возможно, даже на Олимпийских играх в Париже, потому что времени еще достаточно много, нужно понимать, что до Олимпиады в Париже еще полтора года. За этот период позиция МОКО, которую мы сейчас наблюдаем, она еще может несколько раз меняться в зависимости просто от развития, как бы, событий и в Украине, и вообще в мире в целом. Поэтому то, что мы даже сейчас увидели, ну, это для нас такой определенный сдвиг. Еще, конечно, не полноценный шаг, но это уже определенный сдвиг. Ну, сейчас роль Украины, она гигантская, конечно, в воздействии на, в том числе на институты спортивные, на структуры, о которых вы сказали. Расскажите о том, что во взаимодействии с украинскими партнерами вы вот конкретно делаете в этом направлении. Это очень интересно. На данный момент мы работали достаточно серьезно в сфере спортивных санкций. Это достаточно важный момент, потому что те спортсмены, которые активно поддержали путинский режим, которые активно поддержали режим Укашенко, активно выступили в поддержку военной агрессии против Украины, они однозначно должны быть отстранены от участия в олимпийском движении. Здесь даже не может быть каких-то дискуссий, либо споров. Это спортсмены, которые уже нарушили олимпийскую хартию, они нарушили олимпийские принципы. Наша задача, естественно, для международного олимпийского сообщества собрать всю доказательную базу, соответственно, предоставить эту доказательную базу, чтобы эти спортсмены не имели больше какого-то соприкосновения с цивилизованным обществом. А спорт, олимпиада – это, естественно, как бы явление цивилизованного общества. Соответственно, мы по этой сфере активно сотрудничали. Далее была и остается линия общения по определенным критериям, которые могут быть применены в качестве условий доступа или допуска спортсменов к международным соревнованиям. Тоже направляли свои рекомендации по этому вопросу. Белорусский фонд спортивной солидарности с этими критериями очень хорошо с юридической точки зрения поработал. И основным критерием как раз-таки является активная антивоенная позиция спортсмена. То есть, как минимум, спортсмен должен активно и публично декларировать, либо осуждать военную агрессию. Тогда, естественно, он разделяет ценности олимпийского движения за мир, за равноправие и так далее. Ну, вот это такие основные моменты. А как быть спортсменом, которые, например, сегодня находятся внутри Белоруссии или внутри России? Они хотят развиваться как спортсмены, делать карьеру, но перед ними встает выбор, что либо ты, значит, поддерживаешь официальный курс этого государства тоталитарного, и у тебя все получается дальше, либо ты не поддерживаешь, и у тебя спортивная карьера не сложится. Как правильно сделать правильный выбор вот таким спортсменам, которые потенциально могут оказаться в такой ситуации? Ну, МОК уже, по сути дела, сделал очень интересное, как бы, такое разделение. Получается, что если спортсмены, которые активно поддержали войну, в Олимпиаде не участвуют, то те, которые в Олимпиаде участвуют, они, получается, против войны, да? Ну, уже, как бы, так, по логике, если разбираться. То есть уже нейтральности такой, по сути дела, нет. Поэтому задача Международного Олимпийского комитета здесь, естественно, вступать в переговоры с национальными Олимпийскими комитетами стран, где есть определенные проблемы, и требовать гарантий для спортсменов. Гарантий непреследования. Это как раз-таки такая вот и есть миротворческая функция Международного Олимпийского комитета. То есть в большей степени тут все-таки опять все зависит от комитетов тех или иных стран, чем лично, персонально от спортсмена. Персонально спортсмен, естественно, должен оценивать риски, должен делать персональный моральный выбор, понимать, что ему все-таки важнее, его личная позиция, его какой-то след в истории, его морально-ценностная ориентация, либо, грубо говоря, уход в такое молчание, якобы в пользу карьеры. Хотя это никак карьере на самом деле не способствует. Если мы видим, то спортсмены, например, в Беларуси, которые вот находятся в таком положении как бы молчащих, это в основном спортсмены, которые как раз-таки на какие-то медали там, в принципе, и не претендуют. То есть их моральный выбор и их какая-то ценностная позиция, она для белорусского общества была бы гораздо важнее, чем условная какая-то там медаль. Победа там спортсменов, которые в Токио, значит, приносили медали, но не имели, не декларировали свою ценностную позицию, она же не вызывала вообще никакой эйфории у людей. Наоборот, это все осуждалось, это все как бы игнорировалось. А даже менее успешное выступление спортсмена, но который декларировал свою ценностную позицию, оно вызывало, конечно, очень сильную поддержку. Это очень интересно. То есть получается, мы сейчас видим то, что ценностная позиция спортсмена, она выше ценится обществом, чем те или иные его медали и формальные достижения. Абсолютно. Сейчас эта история с 2020 года в Беларуси продолжается, когда людям не интересны результаты спортсменов до сих пор. Людям интересна именно позиция спортсмена. Люди болеют за тех, кто реально вот смело поступил, кто-то, кто не отсиделся, не отмолчался, кто осудил и диктатуру в Беларуси, и насилие в Беларуси. За таких, конечно, спортсменов активно болеют. Вы даже можете посмотреть реакцию, значит, на победу Соболенко на Open Australia и победу Екатерины Снытьиной на Кубке Британии. Но это две разные реакции. За одной из них, по-моему, за Соболенко выпил Лукашенко. Это тоже как раз-таки доказательство того, что никакой нейтральности спортсмена не существует. Пропаганда разогнала... Не знаю, Соболенко, может, и сама уже как бы и не рада. Но ее использовали точно в этом. Ее разогнала пропаганда. И это кейс для МОКа, который мы как раз-таки будем демонстрировать. Какая может быть нейтральная... Смотрите, у нас два спортсмена с разницей в один день берут титулы в достаточно серьезных турнирах. Старалин Open, Кубок Великобритании. То есть, ну, это... И подается в пропаганде это абсолютно по-разному. То есть, если Снытьину вообще игнорирует, как бы, да, госпропаганда, то, значит, Соболенко это все раскручивает. То есть, очевидно, абсолютно... Да, это классный пример. Абсолютно очевидно, что вот никакой нейтральности быть не может. Эти спортсмены используются в пропаганде, работают на пропаганду. Это заявление, там, Соболенко, по-моему, на пресс-конференции, что она, как бы, там, вне политики. Или Азаренко, по-моему, что она, там, вне политики. Я политикой не занимаюсь, не разбираюсь. Но при этом, там, с десяток фотографий в обнимку с Александром Григорьевичем, да? Тут опять уже не важно, что она говорит. Ну, она же не просила его выйти из кадра, правильно? Она же не сказала, Александр Григорьевич, выйдите, пожалуйста, из кадра. Отойдите, я сфоткаюсь, потом подойдете. Да, да, то есть, ну, в тот момент это, значит, было выгодно. То есть, тогда можно было это делать. Вот, а когда, значит, позиция неудобная, то появляется, значит, я тут политикой не интересуюсь. Ну, вот. Да, ну, наверное, в завершении нашей беседы я хотел бы еще задать вам вопрос о спортивном гражданстве и спортивной миграции. Мы видим, что из России много людей мигрирует. Вообще, насколько это путь для спортсмена? Ну, вот видно, допустим, спортсмен понимает свой потенциал для роста, для развития в спорте. Он берет и куда-то переезжает в страну, которая не запачкана этой войной. Ну, и дальше там развивается. Или это не все так радужно, как я описываю для спортсменов? Ну, не все так просто. На самом деле, в разных видах спорта разные спортивные карантины, разные сроки карантина при смене спортивного гражданства. Это все очень по-разному. Есть карантины трехлетние, есть там виды спорта, где, в принципе, в течение года человек может поменять спортивное гражданство. Спортивное гражданство – это не национальное гражданство. То есть ты даже можешь получить паспорт другой страны, но это не дает тебе еще смену спортивного гражданства. Там немножко другие принципы поработают. Но для многих это, в принципе, может являться определенным выходом из сложной ситуации. Но, тем не менее, наверное, самым правильным выходом все-таки будет декларирование своей ценностной позиции, потому что, в принципе, все противостояние сейчас идет как раз-таки за ценности. Не против каких-то наций, представителей каких-то народов идет борьба за ценности. Потому что пока человек не декларирует, не знаю, гражданин России или Беларусь, пока он не декларирует свою приверженность антивоенным ценностям, демократическим ценностям, этот человек по дефолту будет просто восприниматься как представитель режима Путина либо режима Лукашенко. Для этого в спорте и существует антивоенная декларация, которая дает человеку шанс задекларировать обратное. Я разделяю совершенно другие ценности. И тогда уже его паспорт, его принадлежность национальная, она уходит уже на второй план. Ну что ж, спасибо. О ценностях мы поговорили сегодня с Александром Опейкиным, исполнителем-директором Белорусского фонда спортивной солидарности. Спасибо, Александр. Разговор интересный, тема интересная. Надеюсь, через какое-то время к нему вернуться и увидеть, может быть, в этой теме уже какие-то новые результаты и развитие ее. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.